В июне пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Для него будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. Также соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки выпустил справочник, в котором собрана информация обо всех выплатах, льготах и пособиях для семей с детьми и дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Самары. Также в справочнике размещены адреса и телефоны учреждений, в которых можно получить помощь. Ознакомиться с информацией и скачать справочник в электронном виде можно по ссылке, которую департамент опубликовал в своем телеграм-канале. Глава Куйбышевского района Алексей Коробков в преддверии Дня социального работника, который традиционно по всей России отмечается 8 июня, приехал поздравить и вручить благодарственные письма работникам социальных служб, трудящихся на территории внутригородского района. Быть хорошим социальным работником – довольно непростая задача. Это про безусловную любовь и искреннее желание помочь каждому человеку, который в этом нуждается. Алексей Коробков пожелал всем работникам этой непростой сферы как можно чаще слышать спасибо, и чтобы труд всегда был вознагражден таким же добром и возвращался в еще большем размере, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. 8 июня завершается подача заявок на крупнейший молодежный форум «Иволга». Об этом напоминает телеграм-канал Красногринского района. «Иволга» – это новые знакомства, яркие эмоции и возможность получить грант на реализацию своего проекта. Традиционно на Мострюковской поляне соберутся 2000 молодых людей со всей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова